В нашей сегодняшней программе «Будни провинции» мы отправились в Апокское сельское поселение. 60 километров, 50 минут езды и вот мы знакомимся с удивительными и замечательными жителями Полдарсы. А какими? Смотрите и увидите. Апокское поселение. На конец 2016 года численность постоянного населения здесь 1612 человек. Идет, естественно, убыль за счет старения населения, а также смены места жительства. За 6 лет численность в самом крупном населенном пункте поселки Полдарса сократилась на 200 человек. Наше поселение объединилось со Стрелинским поселением в 2014 году. И в состав объединенного поселения вошли 23 населенных пункта. Из них 8 нежилые. Самые крупные населенные пункты – это поселок Полдарса, поселок Суханский, Верхняя Кичуга. Анисимова. Экономически активное население 853 человека. Из них практически половина не проживает на территории Полдарсы, так как в поселке есть проблема с трудоустройством. Люди работают вахтами. По неделям, а то и по полгода. Причиной такого резкого роста безработицы стало закрытие градообразующего предприятия лесопереработки. Еще несколько лет назад наша лесная Полдарса славилась своим лесозаготовительным предприятием, которое у нас в 2014 году обанкротилось. Наше предприятие имело репутацию надежного поставщика лесной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Но за последние 10 лет в связи с приватизацией и обанкротчиванием одного предприятия за другим, у нас деятельность лесозаготовительная прекратилась. Отсутствие работы – вопрос более чем злободневный. Люди здесь активные, большинство коренные жители. Они помнят лучшие годы жизни в Полдарсе. Поэтому рост безработицы всех очень волнует. Видя камеру, люди прекращали работу и рассказывали о своих общепоселковых бедах. Сейчас что, ни работы, ничего нет. Главное бы – работа была. Как сами признаются, готовы куда угодно писать письма с просьбами о помощи. Ведь работать люди любят. Да и переезжать из деревни не хотят. Здесь дом, здесь хозяйство и семья. Работы нет и денег нет. Психологически тяжело жить, когда нет работы. Людей нет работы – вот это самое плохое. А так выживаем, скотинку держим. Ну, зимой работаю в этой кочегарке. Вот есть еще у меня работа зимой, а летом. А раньше где работали? На нижнем складе, в лесопомходе. Мы все там работали. Большинство, по крайней мере. Все разорили. Люди переживают не только из-за закрытия предприятий. Волнует их еще один вопрос. Или, как называют его сами жители, произвол. Предприятие лесозаготовительное, которое у нас работало, но сейчас уже прекратило свою работу, стало снимать плиты. Вот эти. А плиты вот эти нам для поселения очень нужны, как дорога и подъезд, подъезд к переправе. И хотят снять они еще плиты туда, к самой реке. Что нам очень, конечно, печально вот это будет. Там сплошная глина, и нам не подъехать ни на мотоциклах, ни на машинах к переправе. Ну и зимняя тоже, и весенняя, осенняя распутится. Через реку у нас проходит тоже мы делаем переправу. И вот эта глина вообще нам будет настолько неудобно. Не то что непроходимо. Непроходимо, да, даже пожарной машине не подъехать будет. Если чуть весной или осенью дожди какие-то пойдут, все тогда у нас. Деды отцы нынешних сельчан укладывали эти плиты, строили здесь дороги. А теперь спросить неского, где руководство леспромхоза, неизвестно. А хороший подъезд к реке и лесным угодиям жителям просто необходим. Это сегодня сухо и солнечно, а в дождь и межсезонье как быть. Дмитрий Вячеславович Нечаев на заречную сторону ездит очень часто, говорит, что в одночасье дорога без плит превратится в распутицу. Плиты все распродают, конечно. Дороги. И так нижний склад распродано, там металлом все увезено. А плиты, что, нефтебаза была под плитами, там выложена дорога этот весь, полтора километра от этот участок на нефтебазе плиты. Плиты продали, наверное, частным плитцам, как говорится. А они нужны местным? Плиту убрал, плиту, все, вот здесь вот стоим, да. Вот такая же дорога будет. Это, конечно, допустим, взять Копылова, взять вот поселок там дали. Иммуновации плиты убрали, которые до поселка, но в поселке это все оставили, не взяли для жителей. Здесь ситуация другая, забирают все. Особенно печально то, что поломанные плиты лишат бесхозно тут же. Как ситуация будет развиваться дальше, сложно сказать, но жители надеются, что об их беде услышат районные и областные власти. Помогут сохранить нормальную дорогу. Как и большинство поселений Великоустюгского района, Апокская всеми силами привлекает денежные средства из других бюджетов, в том числе путем участия в таких областных проектах, как народный бюджет. В 2016 году участвовали в проекте «Народный бюджет» и вложение граждан наших жителей позволило привлечь 60 тысяч областных денег на приобретение уличных тренажеров. Которые, кстати, очень востребованы у подрастающего поколения. Ребята здесь проводят немало времени. А в этом году по этой же программе уже заключают контракты на поставку оборудования в автоматизации двух скважин на Артезианской воды на улицах Попова и Набережная. Бюджет поселения на финансовый год составляет приблизительно 8 миллионов рублей. А со следующего года он сократится до 5 миллионов. Поэтому такие инициативы и участие во всевозможных программах более чем важно. Тратят эти деньги на следующие цели. На благоустройство, на содержание и ремонт дорог у нас денежные средства бюджета расходуются, на обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение жителям услугами организации культуры. Местного старается сделать все для родного поселения, что в их силах, ведь это, говорят, и наш дом тоже. Не только решают насущные проблемы, но и находят время для душевного общения. Так и мы в этот день попали на настоящий праздник. Жительница Полдерса Антонина Жерехина отмечала в этот день большой юбилей – 90 лет. Ницкий поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником событий и честно трудясь во благо будущего нашей Родины. Антонина Симоновна прожила непростую жизнь. Родилась в 1927 году, недалеко от Великого Устюга. А в Полдерсу переехала жить к брату. Бабушка с удовольствием рассказывает, какой был поселок в то время. В Полдерсу была здесь поселка, только была наверху, там дома были, а внизу ничего. А потом стали строить вот набережную, нет, центральная улица, шатовые домички. Ну и сейчас она подраз сама справляться с хозяйством, да и детям помогает. Потому что все тружусь. Все трудитесь? Да, все тружусь. И теперь вот старая уже, а вот картошки посадила, лучку посадила, чесночку, морковки, свеколки, все такое необходимое, которое сама, все своими трудами. Антонина Симоновна воспитала трех сыновей, пять внуков, сейчас подрастают шесть правнуков. Мы идем поздравить нашу бабушку. Прабабушку? Прабабушку, прабабушку, маму, да, с 90-летием. Какая она у вас, расскажите. Она у нас добрая, всегда ждет нас в гости. И любит очень нас, внуков, да, правнуков. Что бы хотелось пожелать бабушке? Здоровья, счастья, любви. Говорит, жизнь промелькнула незаметно. Еще вчера бегали на танцы, а сегодня уже и голова с сединой, и правнуки подрастают. Слушая поздравления детей и внуков, принимая подарки и цветы, бабушка не переставала вытирать слезы. И мы присоединяемся ко всем добрым словам. Берем с таких людей примеры и желаем здоровья. Это только первая часть нашей программы. В следующий вторник мы обязательно продолжим рассказ о тружениках Полдерсы. Тех, кто работает в школе и больнице, кто ездит на вахты и живет своим хозяйством. Тех, кто, как и наши сегодняшние герои, болеет душой за родной поселок и его будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова